Два часа борьбы с огнем. Сегодня на Пионерской загорелся жилой дом. На смену заборам живые изгороди. Такое предложение собственникам частных домов сегодня сделал мэр Сочи во время визита в Адлер. На всех пляжах на крещение установят дежурство, а бесхозным территориям найдут арендаторов. Конкурс уже стартует. Ежедневно на линию Сочи выходят около 800 автобусов. Что не устраивает горожан, а что транспортников. И когда наконец появится безналичная оплата. Общественные палаты могут появиться в каждом районе Кубани. С таким предложением выступил Вениамин Кондратьев. На пленарном заседании общественной палаты края собрались около сотни активистов. Это ученые, спортсмены, председатели различных ассоциаций. Участие также принял председатель ЗСК Владимир Бикетов. На встрече обозначили основные задачи на 2017-й, подвели итоги работы за минувший год. Общественная палата края помогла проверить готовность школ к учебному году, рассмотрела более тысяч обращений кубанцев. Одно из важнейших задач структуры – поддержка некоммерческих организаций и общественный контроль. Именно общественные палаты стояли у истоков разработки федерального закона 212 об основах общественного контроля. Краснодарский край одним из первых принял аналогичный закон на региональном уровне. И наши коллеги из других субъектов обращаются к нам с просьбой предоставить им в качестве примера для разработки аналогичного закона у себя в регионе. По мнению Вениамина Кондратьева, общественная палата должна стать проводником между людьми и властью региона. При этом структура может стать органом контроля деятельности чиновников. Для этого общественная палата должна заработать в каждом муниципалитете. Сегодня они есть только в Геленджике, Сочи, Новороссийске и Армавире. Самый эффективный контроль будет, когда само общество будет контролировать все процессы, которые происходят и способствуют гармонизации этого общества. Позиция общественности должна быть в основе принятия всех управленческих решений в крае. Не можем мы, те, кто сидит сейчас здесь, коллеги различных уровней власти, видеть проблемы по-своему и решать их только для себя или с точки зрения своего видения. Люди, вот ради них все мы это делаем. Нужно ли людям, жителям края то, что мы предлагаем? А вот здесь барометром того, нужно, не нужно, и может быть общественная палата, самообщественность. Есть такое предложение. Вы обсудите с членами общественной палаты, какие бы вопросы, допустим, в 2017 году хотели бы проконтролировать, посмотреть. А мы вместе с администрацией края могли бы организовать для вас, скажем там, одно, двух, трехдневный семинар, ну, насколько это потребуется, с тем, чтобы специалисты администрации, законодательного собрания выступили, разъяснили законодательство по тому или иному вопросу, чтобы люди были полностью вооружены. Сегодня в состав общественной палаты края входит 30 человек. Срок их полномочий истекает в октябре этого года. В новом созыве членов общественной палаты станет больше, но при этом важно, чтобы работа и нынешнего состава, и обновленного стала системной, считает Вениамин Кондратьев. Я бы хотел, на самом деле, чтобы и общественная палата, и общественники, они не просто создавались для того, чтобы создаться, а для того, чтобы в обществе происходили реальные изменения. Вот те проблемы, которые сегодня, особенно в муниципальных образованиях, в самых маленьких, средних, они сплошь и рядом. И там людям достучаться не до кого. Значит, наверное, недостаточно мы создаем на уровне общественности вот те условия, чтобы они горели под ногами у тех, кто эти проблемы для населения, для людей создает. Вот здесь нужно заработать систему, созданную общественниками, чтобы вот эти вот негативные процессы, которые там вовсю гуляют, просто искренить. Я считаю, что сегодня у общественной палаты, может быть, нет зубов. Я очень хочу, чтобы они у вас появились. Поэтому даже такие механизмы, чтобы вы, на самом деле, могли быть раздражителями для любого нерадивого чиновника. По предложению губернатора края, раз в квартал, общественники будут предоставлять доклад о конкретных проблемах. После выяснения всех обстоятельств каждой конкретной ситуации, виновные будут отстранены от своих должностей. Заверил Вениамин Кондратьев. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Новый корпус появился в Белореченском центре реабилитации инвалидов. Теперь на время лечения людям с ограниченными возможностями будут предоставлять места для проживания. Новую пристройку сегодня оценил Вениамин Кондратьев. Глава региона пообщался с пациентами и специалистами центра. В среднем курс реабилитации длится 21 день. По словам медиков, за это время многим удается восстановить утраченные функции. При этом качественную помощь там гарантируют каждому. Об этом заявляют еще на входе в центр. Вот посмотрите, руководитель учреждения говорит, я гарантирую качество социальной помощи, оказываемое моим учреждением. Вот когда будет личная ответственность руководителя, где он не стесняется о ней заявить, что он гарантирует, он гарантирует качество, оказывая его учреждением. Ни государственным, ни бюджетным, ни муниципальным, ни его учреждением, его, его как своим. Тогда будет качество штук, тогда не будет жалоб, тогда будет на самом деле все хорошо. Во время рабочего визита губернатор края также посетил насочно-чулочную фабрику. Это предприятие в Белореченском районе открыли чуть меньше года назад. Оценил Вениамин Кондразев и масштабы тепличного комплекса. Практически в стерильных условиях там выращивают огурцы, томаты, зелень. За минувший год было реализовано более 6 тысяч тонн овощей. Добавлю, что соглашения о реализации двух этих производств были заключены на сочинском инвестфоруме. Пожар четвертый по счету за неделю произошел сегодня в Сочи на улице Пионерской. Пламя охватило жилой частный дом. Площадь возгорания 300 квадратных метров. О масштабах возгорания можно было судить по клубам дыма. За пожаром в районе горы Батарейка сегодня наблюдали из разных уголков города. Дом на Пионерской 55 загорелся около 9 утра. Жильцы проснулись от громкого отрезка и крика соседей. Здесь проживает сразу несколько семей. Хозяин четырехэтажного домовладения сдавал комнаты в найм. Квартиросъемщики, не дожидаясь пожарных, с пламенем начали бороться своими силами. Без травм не обошлось. В процессе там что-то взорвалось. То ли дверная рама, то ли оконная рама зацепила. Спасти, правда, ничего не получилось. Он там лежал, пока его соседи не вытащили. В одиночку пытался пока тушить. Ну, увы, к сожалению, не получилось. Я выбежал, увидел человека, который тушит пожар. Ну, начал помогать ему. Тушили мы где-то минут, наверное, 15. Ну, пока вызывали пожарных. Как бы время шло, а толку никакого не было. Вогонь все больше разгорался, разгорался. Вогонь уже начал распространяться на нижний этаж. Уже снизу начало все гореть. Спали, я не знаю, женщина сверху закричала, горим. Мы все выскочили, одели, что попало, и все. Все осталось там. Вот, все сгорело. Я сверху вижу, комната полностью у нас выгорела. Полностью. Ничего не осталось. Успели выскочить, и слава богу, все живые. Звонок на номер 01 поступил в 9.18. Сначала к месту выехали два пожарных расчета и два мотоцикла быстрого реагирования. Оценив масштабы пожара, спасатели центрального района вызвали дополнительные силы из Хостинского района и Мамайки. Сложность у огнеборцев возникла с самого начала, и не только из-за узких улиц. Чтобы добраться до пожарных гидрантов, пришлось разбивать асфальт. Эпицентр же пожара был обнаружен на чердаке четырехэтажного дома. Предполагаемая причина – короткое замыкание электропроводки в чердачном помещении. Пожар потушили в 11 часов 17 минут. Погибших и пострадавших на пожаре нет. В Верхней Беранде пожар сейчас идет, тоже горит двухэтажный дом, частный, жилой. Пожары постоянно у нас. Обогреватели, печное отопление. Все больше из-за того, что люди отапливаются. Это зима, у нас зима, и всегда пожаров чуть-чуть больше. В первую очередь пострадала крыша дома. Вот так она выглядела до ЧП. В итоге пожар охватил 300 квадратных метров. Что же касается пострадавших, то сейчас для них задача максимум – до вечера найти новое жилье. Многие из них в Сочи приехали на заработки из других регионов страны. В нескольких районах Сочи пропала вода. Появится она к трем ночи, сообщает Водоканал. Причина – аварийно-ремонтные работы на водоводе по улице Пластунская в районе АЗС Волга. В результате с двух часов дня вода шла с пониженным давлением, а порой и вовсе исчезала в микрорайонах Макаренко и Завокзальный, частично в селе Верхний Юрт, на улицах Транспортная, Олимпийская, Пластунская, в поселке Соболевка, на Альпийской, Невской, Севастопольской, Догомыской, в переулке Севастопольский в больничном городке. Завершить все работы планируется к трем часам ночи. На смену заборам живые изгороди. Такое предложение собственникам частных домов сегодня прозвучало от мэра Сочи Анатолия Пахомова. Градоначальник совершил инспекционный обход по южной части Адлера. Мэр осмотрел улицы рядом с Олимпийским парком и торговые объекты. Расскажет Татьяна Говоркова. Встроено в этот ТП какой-то ларек, значит, кирпичный он. Эта точка вызвала нарекания во время недавнего мониторинга торговли на Адлерском рынке. Ситуацию также обсуждали накануне во время планерного совещания. И сегодня обход мэр начал именно с этого места. Если другие объекты торговли сегодня приведены в порядок, то продажа овощей и фруктов все также ведется под стенами трансформаторной подстанции. А это серьезное нарушение. Исправить его необходимо в кратчайшие сроки. Откладывать на потом не стоит и вопрос уборки ларьков, где уже закончилась аренда и прекращена торговля, а не портят облик города. Вред имиджу курорта может нанести любая деталь. Будь то небольшой мусор на тротуаре, не заасфальтированный участок дороги на улицах или обшарпанный парапет на набережной реки Мзымта. Это рекреационная зона. Посмотрите, все столбы выкрашены. Все эти недочеты необходимо устранить в ближайшие две недели. Во время обхода мэр прошел и по частным дворам. Анатолий Пахомов остался доволен санитарным состоянием, благоустройством домов, а главное – заинтересованности местных жителей к благополучию курорта в целом. Мэр также порекомендовал жителям озеленить свои территории, в частности, постепенно заменить заборы зеленой изгородью, ведь живые цветы, несомненно, украсят улицы курорта. Работа по благоустройству продолжается. Готовиться к летнему сезону нужно уже сегодня. И у нас несколько таких мотиваций. Во-первых, у нас Кубок конфедерации, и это хорошая мотивация. С другой стороны, у нас в этом году Всемирный фестиваль молодежи. И естественно, что эти гости наши в обязательном порядке будут не только в Олимпийском парке, не только на объектах, куда их повезут, ну и сами пойдут. И, конечно, мы очередной раз будем представлять Россию. И уж мы должны очередной раз доказать, что Россия – это красивая культурная страна. По итогам обхода мэр дал несколько поручений главе района и сроки на устранение недочетов, в их числе и на ведение порядка в выносной торговле. Через месяц Анатолий Пахомов снова приедет в Адлер и проверит исполнение распоряжений. Татьяна Говоркова, Демидь Даниловский, телекомпания «ФКТ». Тема крещенских купаний обсуждалась сегодня на совещании в администрации города. Туда были приглашены арендаторы всех сочинских пляжей, на которых нынешней ночью будет организовано дежурство. Продолжит тему Елена Всецына. И нынешней ночью и завтра весь день на сочинских пляжах будет организовано дежурство спасателей для безопасного проведения крещенских купаний. Но основной темой совещания, конечно же, стала подготовка пляжных зон к активному курортному сезону, поскольку летом гостям Сочи в большей степени нужно море, комфортный отдых у моря. И как раз арендаторы пляжей должны об этом позаботиться. «Это большая работа, связанная с обучением спасателей, с подбором персонала, медработников, с заключением договоров с охранными фирмами, потому что это требование для арендаторов, чтобы обязательно был ЧОП, который охраняет пляжную территорию, он круглосуточно должен охранять, смотреть, чтобы не было людей, которые ночью могли купаться». С арендаторов требуют, чтобы были бесплатные туалеты и сейфы для личных вещей. Кроме того, как раз в зимний период необходимо продолжить работу по отсыпке пляжей. Алина Сапина, арендатор пляжа «Фазотрон», вот уже четвертый год работает в этом бизнесе. Говорит, так хочется достичь европейского уровня обслуживания отдыхающих. И, по сути, если есть такое желание, результата добиться несложно. «Мы подготовили эскизные проекты. Сейчас готовимся к реконструкции павильонов, также санитарных зон. Будем улучшать сервис». Много туристов и в декабре, в январе при хорошей погоде идут подышать свежим морским воздухом. Почему бы и в межсезонье не организовать для них более комфортное посещение пляжей, вплоть до проведения там интересных зрелищных мероприятий. Одним словом, творческий подход к работе пляжных территорий в администрации города только приветствуется, отметил заместитель главы города Олег Ясюк. Он также рассказал, что теперь за каждым сотрудником администрации закреплен пляж. До массового заезда туристов чиновники будут контролировать их подготовку. Если арендаторы не будут укладываться в сроки, то договоры будут расторгнуты. И такие случаи в прошлом году были. Где-то 20-25% пляжных зон остались без управления в силу ряда нарушений. Сейчас, благодаря объявленному конкурсу, будут выбраны новые арендаторы для свободных пляжей, а их в городе около 180. Ежедневно на линию в Сочи выходят около 800 автобусов. Их обслуживает 8 транспортных компаний, в их числе одно муниципальное Сочи Автотранс. Городское предприятие работает на 104 маршрутах, включая отдаленные горные поселки. Как сегодня организована работа на предприятии? Много ли жало поступает от пассажиров? И как Сочи Автотранс работает с такими обращениями? Расскажет Ольга Десятого. На часах 4.20 утра. В это время из автопарка на линию отправляются первые автобусы. Но водители начинают работу ещё раньше. Сначала они приходят к вот этому окошку, получить путёвку. После – в кабинет медика. Как себя чувствуете? Прекрасно. За мной в порядке, спасибо зарядке. Хорошо, давайте сейчас давление померяем. Измерение пульса, давление, визуальный осмотр. При необходимости, если у медсестры есть сомнения, проверка на алкотестере. Безопасность превыше всего, поэтому на маршруты допускаются только здоровые и трезвые водители. После осмотр самих автобусов перед выездом из автопарка каждый из них тщательно проверяют. Механики оценивают техническое состояние транспортных средств. Неисправные тут же снимаются с линии. Механики отдела технического контроля осматривают наш транспорт. После чего водитель выпускается на линию. Вечером точно так же на отделе технического контроля осматривается весь подвижной состав. После чего водитель проходит после рейса медицинский осмотр. На предприятии трудится более 600 водителей. Они обслуживают 104 маршрута, в том числе в отдаленные труднодоступные горные поселки. Вадим Филатов – водитель со стажем. В Сочи-Автотрансе трудится 4 года. Сегодня на маршруте – Сочи-Совхоз Россия. Говорит, работа непростая. Вставать приходится рано, времени за рулем проводить много. Да и работа с людьми – дело непростое. Конфликты случаются часто, признается водитель. Во-первых, ответственность. Люди нам доверяют жизни. Конфликты бывают очень часто. Каждый день. Люди все разные, кто-то чем-то недоволен. Кому-то всем не угодишь, но стараемся это все сглаживать спокойствием. Жалоб на работу общественного транспорта от пассажиров поступает немало, рассказывает директор предприятия. Автобус не приехал вовремя, водитель нагрубил. Каждая рассматривается индивидуально. После того, как поступила жалоба, естественно, мы в короткий временной промежуток снимаем запись. Так как в автобусе есть видеонаблюдение, мы снимаем запись и смотрим, обоснована жалоба или нет. Потому что зачастую бывает так, что у пассажира плохое настроение. Если только подтверждено, что водитель неправильно себя повел, грубо, агрессивно или еще что-то, тогда этот водитель отстраняется от работы и вызывается на дисциплинарную комиссию. Кстати, современные технологии помогают следить не только за водителями. Система ГЛОНАСС, например, позволяет в реальном времени отслеживать местоположение автобуса. Такой сегодня оборудованы все 326 машин Сочи-Автотранса. Вообще, разного рода проверки, когда автобусы уже в пути, проходят практически ежедневно. Контрольно-ревизорская служба, проверка на линии. Можно, пожалуйста, ваш путевой лист и билет на учет? Впрочем, проверяют не только водители, но и пассажиров. Добрый день, товарищи пассажиры. Предъявите билет за проезд. Пока сочинцы в городских маршрутах не привыкли брать у водителя билет. Во многом потому, что оплачивают проезд на выходе. Такая ситуация на руку недобросовестным водителям, которые не в полном объеме сдают выручку. В пригородных дело обстоит гораздо лучше. Там, где деньги пассажиры отдают при входе. Между тем, билет, например, в случае ДТП, это документ, подтверждающий проезд. И он необходим для получения страховки. Ну а в целом же, как говорят сами пассажиры, для перемещения по городу они выбирают именно большие белые автобусы. За удобство и комфорт. За кондиционер летом. И за возможность перемещаться с коляской или, например, лыжами. Как это делает Виктор Гордиенко из Новокузнецка. Удобно, в общем-то, далеко ехать. И, как правило, места свободные есть. То есть я всегда сидя еду. Всего же в Сочи ежедневно на линию выходит около 800 автобусов. Это автобусы большой вместимости и небольшие маршрутки. Их обслуживает 8 предприятий. В последний раз масштабная транспортная реформа случилась в Сочи в период подготовки к зимним играм. Но и совсем скоро в транспортной сфере города снова грядут перемены. По поручению первого заместителя главы города Мугдина Чермита, уже к весне на курорте в автобусах Сочи автотранса должны ввести безналичную систему оплаты проезда. Как раз в Кубку конфедерации. Как говорят в Управлении транспорта, введение такой системы расчета даст прирост суточной выручки за счет уменьшения количества безбилетников и контроля объема с данной выручки водителями. Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Сочи и Челябинск свяжет авиасообщение. Международный аэропорт Челябинск совместно с авиакомпанией Уральской авиалинии приступит к выполнению полетной программы на направлении Челябинск-Сочи-Минеральные воды-Челябинск. Новый рейс будет доступен жителям Уральского региона с 10 февраля по 24 марта по пятницам. Вылет из Челябинска в 8.30, прибытие в Сочи в 10 утра. Далее вылет из Сочи в 10.45, прибытие в Минеральные воды в 11.40. Перелет будет выполняться на воздушных судах А-320, вмещающих до 156 пассажиров. Минимальный тариф на данном направлении составит 7 085 рублей, сообщает пресс-служба аэропорта Челябинска. Сочинцы смогут сообщить о незаконных поборах в школах. Специальный интернет-опрос появился на сайте регионального министерства образования. Сдача денег на покупку учебников, ремонтные работы и другие нужды могут быть только добровольными. В анкете есть такие пункты, на какие цели собирают суммы и нет ли последствий для ребенка, если платить возможности нет. Обязательно сдавать деньги, отмечено в сообщении, родители школьников должны только на питание. Адрес сайта вы видите на экране. В Сочи пройдут недели мужского и женского здоровья. Начало акции приурочено ко Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями. Попасть на прием к онкологам во время акции можно будет в поликлинике по месту жительства или в ближайшем онкологическом диспансере бесплатно и без направления. Так, с 4 по 17 февраля онкоурологи, онкопрактологи и дерматонкологи будут вести консультативный прием мужчин в онкодиспансере. Мужчины старше 50 лет находятся в группе риска и чтобы быть уверенным в своем здоровье, в первую очередь необходимо проходить профилактические осмотры. Выявление заболеваний на ранней стадии поможет своевременно начать лечение и избежать тяжелых последствий. А с 18 февраля по 7 марта Минздрав приглашает всех женщин в возрасте от 40 до 60 лет обследоваться в поликлиниках по месту жительства и в онкодиспансере. Консультативный прием будут вести врачи-момологи. Объявлен предварительный состав сборной команды Вооруженных сил России по горнолыжному спорту в поиске альпинизму для участия в третьих зимних всемирных военных играх в Сочи. Соревнования горнолыжников пройдут на трассах «Роза Хотор» с 23 по 26 февраля. Лучшие спортсмены ЦСКА готовятся к этим соревнованиям, участвуя в международных соревнованиях. В частности, лидер сборной России Александр Хорошилов стабильно выступает на этапах Кубка мира и входит в топ-10 лучших слаломистов мира. Хорошилов участник трех подряд зимних Олимпийских игр. Первый и единственный представитель России, выигравший этап мужского Кубка мира по горнолыжному спорту, становившийся призером этапа Кубка мира в 21 веке, как среди мужчин, так и женщин. Всего на соревнования по горнолыжному спорту выступят 8 военнослужащих спортсменов. В предварительный состав помимо Хорошилова вошли Вадим Прихоченко, Юрий Другов, Станислав Чистяков, Михаил Волынкин, а также Дарья Овчинникова, Александра Прокопьева, Ксения Алопина и Екатерина Ткаченко. А в скей альпинизме Россию представит рекордсмен мира по скорости восхождения на Эльбрус, абсолютный рекордсмен мира скоростного восхождения на пик Ленина Виталий Шкель. Также костяк команды составляют Екатерина Митяева, Евгений Марков, Анастасия Шевцова. Еще два спортсмена выступят в качестве резервистов – это Светлана Березань и Айдар Нургалиев. Состязания пройдут в двух дисциплинах – индивидуальная и командная гонки. В индивидуальной гонке спортсменам необходимо совершить четыре подъема и спуска подряд в командной гонке – пять. Предварительно в соревнованиях по скей альпинизму на военных играх в Сочи примут участие 30 сильнейших спортсменов из восьми стран. Напомню, вход на соревнования будет свободным. На сегодня это все новости. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов ткани для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.